Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня посмотрим прогностику на неделю в период с 26 февраля по 3 март 2024 года. Как сложится неделя, какие события вас ожидают, ну и сможете ли вы все осуществить, то, что себе напланировали на эту семидневку. Поэтому приступим и будем смотреть. Основные энергии, предостережения и рекомендации от карт. Что у вас здесь? Двойка жезлов, паж мечей и паж жезлов. Ну, одни социальные карты. Что могу сказать? Это, знаете, такая бытовая неделя. Чего она будет касаться? Это попытки анализировать, сопоставлять, искать, что лучше. Ну, к примеру, приобретайте вы себе стиральную машину. Это я образно. То есть анализировать стоимость в разных магазинах, технические характеристики, условия, гарантии. То есть здесь заниматься бытовыми вещами. Вот искать какие-то альтернативные пути лучшего для вас. Будет это покупки, отдых, решение каких-то бытовых вопросов. Ну, сказать, что для вас на неделе будет какая-то сложная или тяжелая. Нет, этого не будет. Здесь просто, знаете, как мирная, проходящая, но не несущая глобальных изменений. Даже в одну колоду у вас здесь ложится тройка чашек, такая, знаете, на легке, на позитиве. Поэтому все прекрасно. Посмотрим, о чем говорит эта триада относительно вопросов личной жизни. Для тех, кто у нас свободен. Ну, по десятке жезлов, как вы видите, тут пока недознакомств нагружены. Нагружены бытовыми задачами, работой, рядом дных аспектов. То есть здесь не до социальных связей. Если мы будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то двойка монет указывает такой, там, на момент адаптации, лавирования между несколькими партнерами или партнершами. Но опять же, будут здесь перемены? Абсолютно нет. Тут единственное, что Паш Мечей и Паш Жезлов могут указывать на ваше желание проверить партнера или партнершу на искренность. То есть на какие-то моменты, когда вам кажется, что что-то человек недоговаривает или в каких-то моментах лжет. То есть попытки перепроверить именно эту информацию, которую вы получили. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, в стабильных связях. Здесь ложится Аркан Жрица. Будем ее раскрывать и смотреть, о чем здесь конкретно идет речь. Так, тройка Мечей. Так вот, здесь попытки понять, а нет ли у вашего партнера или партнерши увлечений на стороне. Потому что здесь явно карты об этом показывают, говорят. Но есть еще другой ключевой фактор. Не обязательно ваш партнер или партнерша должны иметь увлечение или изменять, уходить в загул. Здесь может быть ситуация, когда вы ощущаете или понимаете, что гетонка там рвется. То есть почему-то на ровном месте в отношениях происходят серьезные сколки, разрывы. Или то поведение, которое было не характерно вообще в принципе никогда для вашего партнера или партнерши. То есть попытки разобраться с этим, что стало первопричиной, какова основа. То вот здесь вы можете выявить, что имели место быть какие-либо работы на вашу пару, может быть конкретно на вас, которые и будут влиять негативным образом, как разрушение на ваш союз, на ваше партнерство. Ну, соответственно, выявив причину, заниматься вопросами ее решения. Не обязательно это могут быть вопросы деструктива. Это могут быть просто ситуации, когда знакомые, третьи лица, может быть даже родственники негативным образом будут пытаться влиять на ваш союз. То есть здесь это, знаете, как занять такую нейтральную позицию подвойки жезлов. Но при этом при всем, паж мечей и пожезлов это анализирует ту информацию, которую вам принесли, так сказать, как сплетню озвучили. То есть насколько она достоверна. А мы посмотрим с вами вопросы карьеры, работы и бизнеса. Итак, для тех, кто на данном этапе у нас свободен от работы, сейчас не работает и работать не может. То семерка монет это карта в ожидании. Нельзя сказать, что вы здесь напряжены или вы активно ищите работу. Да, вы мониторите рынок, вы, если посмотреть по этим картам, ищите для себя какую-то перспективу, может быть лайтовую подработку. Но не обременены в этой ситуации. И такой вопрос в глобальном смысле на повестке дня у вас не стоит. И если смотреть акцент для тех, кто является соискателем, король мечей это по сути как ходить по собеседованию. Это оценивать у себя на рынке труда и слушать мнение других людей, экспертов. И по сути мониторить, что для вас лучше. Изучать подноготную тех либо иных предприятий, общение с руководителями. То есть и понимать, что для вас будет лучше. То есть искать, искать ту самую вакансию, которая вам нужна. Но в рамках этой недели трудоустройства нет. Если вы наемный сотрудник, что здесь? Пятерка мечей. Пятерка мечей это карта конфликта, как мы видим противостояние. Потому что вы у нас здесь в обороне. Так вот, по какой причине? Потому что двойка жезлов это будет чья-то позиция двуличия, которая может с вами сыграть злую шутку. Поэтому паж мечей и паж жезлов это по сути как бы разобраться, откуда растут ноги у сплетен, у интриг. Ну и покончить с этим вопросом. Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным делом. У нас здесь ложится рыцарь Пентакли, аркан который говорит о ситуации стабильности. Но вместе с тем это желание мониторить рынок, мониторить, ну скажем так, тенденции, тренды. Потому что здесь желание привнести какие-то инновации, что-то новое. То, что действительно сказать так у всех на устах, предпочтение может быть у молодежи. Я понимаю, что все зависит от характеристики ниши, в которой вы сейчас работаете. Но здесь знаете, как привнести в свое дело инновации. И посмотреть, приживутся они у вас, будут ли они актуальны. И как вы на этом сможете заработать. По состоянию здоровья. Здесь ложится аркан и аэрофант, он же жрец. Это напрямую карта врача. И здесь в большей степени как диагностика или повторная диагностика какого-либо диагноза. С целью перепроверки, насколько он правдив, насколько он точен. Все ли здесь учтено корректно. Потому что по Жезлов это, по сути, получить как новое заключение. Новую информацию по вашему вопросу. И мы смотрим предостережение от карт. Тройка монет. Королева мечей и рыцарь Жезлов. Если смотреть структурно, то, как я сказала, здесь могут быть на работе вопросы противостояния. Из-за чьих-то амбиций. Причем королева мечей, это может быть вопрос предвзятого отношения к вам. Это напрямую может быть и противостояние женщины, воздушной стихии, весы, близнецы или водолей. Ну и ваши попытки, так сказать, не упасть здесь в грязь лицом. Еще в плане предостережения. Здесь, если смотреть по картам, это может идти изменение структуры. Именно ваши должностные инструкции. То есть какие-то введенные новые правила, новые устои. С которыми вы должны будете ознакомиться, но по сути так применять их в плане сферы вашей деятельности. Совет. По пятерке чаш. Не отчаиваться, не кукситься, не горевать, если все идет не так, как вы себе запланировали. Или действительно текущее положение вещей выбивает у вас почву из-под ног. Почему? Потому что чем больше вы себя будете загонять в эмоционально нестабильную ситуацию, вопросы пессимизма или, знаете, как удручаться по поводу каких-либо сплетен, конфликтов, тем самым вы себя будете отдалять от каких-то благостных перемен. Опять же, смотрим, неделя у вас проходящая. Поэтому и все эти события, которые будут происходить в рамках этих 7 дней, не стоят того, чтобы вы себе рвали сердце и душу. Это не настолько критично или серьезно. Да, это может быть в чем-то подпортит настроение, но не более того. А мы посмотрим, какова здесь ситуация в плане неожиданности. Так, бабочка, мельница и женщина. Ну, как говорят, перемелется мука будет, да? То есть это какая-то сплетня, дельная информация, это, знаете, молоть языком. Причем это вот инициатива со стороны женщины. То есть это, знаете, в чем-то как потрепать вам нервы. Ну, давайте, к чему вы придете здесь? Ну, я вам могу сказать, что это карта противостояния. С кем-то будут сожжены мосты, потому что, смотрите, вот на вот эти арканы, которые здесь идут. Даже вот, видите, мост, который поврежден. И, по сути, отказываться от старого и идти в новое. Сейчас объясню. То есть если вы понимаете, что человек был двуличным или, скажем так, использовал вас в своих корыстных целях. То есть проявить весь свой, скажем так, праведный гнев. Да, с кем необходимо разрушить мосты, их не восстанавливать. Отказываться от этого круга общения, взаимодействия. Но, знаете, как не разочаровываться в людях в целом. Да, у вас может быть разочарование в конкретном человеке. Но, по сути, если мы посмотрим, это прольется свет истины. И у вас будет понимание, как выйти легко для себя из этой ситуации. Поэтому не все так плохо. Мы с вами сейчас все закроем в положительном ключе, в положительном контексте. Чтобы информация шла в плюс, чтобы перемены были в плюс. И здесь, а тем более скорпионом, вам, кому-никому, это, знаете, как нужно прислушиваться к своей интуиции. Потому что ваше подсознание вас всегда точно выводит на нужную информацию, нужных людей. И понимание причинно-следственных связей. Соответственно, вы, благодаря своему внутреннему я, своему бессознательному, сможете избежать каких-то проблем или ситуаций. Поэтому дерзайте, берите информацию во благо. Я верю, что так и будет. Вам искренне, всей душе желаю продуктивной недели. С вами не прощаюсь. И до новых встреч.